Братья и сестры, я вас приветствую. Я прочитаю некоторые места из Писания. Мы порассуждаем, помолимся Богу, поблагодарим Его за этот день прекрасный и за собрание. Место, которое записано в послании апостола Павла Титу, 2 глава, с 11 стиха и до конца главы. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Братья и сестры, сегодня я хотел бы заглавить тему рассуждения моего, которую я хотел бы, чтобы вы услышали. И тема – это преображающая благодать. Общеназвание своей проповеди – это проповеди истинного служения в Церкви, что в Церкви должно проповедоваться, то есть петь песни какие, какая должна быть музыка, стихи, какие должны быть молитвы, и все это должно быть направлено в одном направлении, чтобы это наше служение преображало народ Божий. Итак, когда мы читаем эти послания, это три послания, два Тимофею, Титу, четыре, извиняюсь, и Филимону, это пастырские послания. Это учение для всех верующих, всех веков и времен. Никто не может сказать, что это было там уже написано киевлянам, кому-то портландцам. Здесь написано пастырские послания для всех верующих. Это послание для устройства Церкви Божьей на земле. Это послание служителям, это послание сестрам, старицам, юношам, девицам. Это послание, которое написано всем святым Божьим людям. Послание Титу говорит, когда мы читаем первая глава, я читал со второй главы, а первая глава, Титу говорит, что всегда были учителя, которые изобретали свои учения. И Библия говорит, что были и лжепророки в народе Божьем, были учителя, и есть сегодня учителя, которые свое учение изобретают, которые основаны не на основании пророков и апостолов, эти учения. Основаны они на своих доводах, своих умозаключениях, и Библия их называет, эти учения, баснями, постановлениями людей. Когда мы читаем послание апостола Павла, опять же, Титу, первая глава, тринадцатый стих, четырнадцатый, Тимофею, первая глава, четвертый стих, второе послание апостола Петра, я прочитаю, нету времени читать, но послание Петра я прочитаю для того, чтобы быть убедительным, что это так говорит Библия. Третья глава, шестнадцатый стих написано, как он говорит об этом во всех посланиях, это апостол, Петр говорит о Павле, что у него апостол Павел, он в своих посланиях открывает эти глубокие истины Божии, и некоторые невежды, они извращают это послание. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо разумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели, превращают, как и прочие писания. Оказывается, есть люди, если они и так умудряются, что они могут превращать писание, и даже те прописные, понятные истины, они могут их извращать. И вот, как говорил перед вами Вадим, это все потому, что люди вот так привыкли к милосердию Божьему, к долготерпению Божьему, и, знаете, так привыкают и наглеют. Вот как с тем профессором. Вот так Бог щадит, Бог не наказывает, нескоро суды Божьи совершаются. И человек живет, а есть неведение у Бога? А Богу ли до нас иметь дело? И вот живет, грешит, нагло ведет себя, порочит, позорит имя Божие. На нем наречено имя христианина, это человек Божий. Он живет свою жизнью, порочит, унижает, топчет это святое имя Божие. Поэтому мы всегда должны быть в бодрствующем состоянии, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Мы читаем апостола Павла выражение в Деянии стихопопостолов, это не апостола Павла, Луки, выражение, когда было связано с учением, когда с жизнью апостола Павла, и когда он проповедовали святые люди Божьи, то некоторые были люди благомысленнее фессалоникских. Фессалоникские принимали это все за истину, за чистую монету, кто бы, вы знаете, искусные люди, которые извращают Писание, они настолько это делают искусственно, что если не бодрствовать, если не анализировать, и не проверять, так ли на самом деле написано в Библии, люди принимают это за истину и отвращаются от истины. И когда мы это все понимаем, мы должны понимать, что мы должны быть внимательными, мы должны быть людьми здравыми, рассудительными, что мы слушаем. и особенно то, что слушаем, применяйте его в жизнь. Если бывает, знаете, в жизни человека, когда истина Божия провозглашается, она иногда бывает, ну, как говорилось же, жесткая, но, знаете, если говорить ребенку хорошо и говорить ему, ты правильно, мальчик, делаешь, ты хорошо делаешь, что ты по дороге ходишь, что мы ему будем этим говорить? Мы будем его толкать на верную смерть. Мы будем толкать на то, чтобы он был коллегой всю жизнь. А бывает, мы детям говорим строгие вещи. И почему-то детям строгие вещи не нравятся. И я же говорил, у нас там, где мы жили, в Киеве, была такая платформа, платформа железнодорожная, и под этой платформой жили бездомные мальчики. И эти бездомные мальчики, они делали, что хотели. Они когда хотели, спали, они не спали. И я помню, мы ехали в машине, я его позвал, и хотел ему дать батон наш, вот такие батоны белые. И он так радучить не хочет, батя говорит, сидит мой мальчик, вот этот попал бы мне, я с него сделал бы такого же. И знаете, мне тогда так вот ревность, я ему делаю добро, он такой испорченный, негодный человек. И вот это бывает, иногда учителя, они людей, вот этими льстивыми речами, они делают их людьми расслабленными, разнузданными. и говорят, делай все, что хочешь, ты Богом помилован, ты усыновлен. Все это неправда. Бог один раз усыновил, Он никогда не предаст тебя, Он никогда не отвернется от тебя. Бог-то не отвернется, но ты от Него можешь отвернуться. И дальше на второй момент, что я хочу обратить внимание, на что обращает Библия внимание. Человек Божий в Церкви, Господа Иисуса Христа, он должен говорить, духи Писания. Он должен говорить, за этими словами должно быть сказать, так говорит Библия. Апостол Павел, опять же, когда он говорил, от истины отвратят слух, и дальше написано, 2 Тимоши, 4 глава, 5 стих, он говорит, но ты будь бдительный во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника. Когда люди отвращат от истины слух, обратятся к Басе, ты будь бдительный, ты не следуй за ними, потому что, знаете, сегодня есть тенденция, даже в христианстве, говорить так, чтобы всем нравилось. Вот это, знаете, такая японская дипломатия, говорить так, чтобы каждый толковал, как он хочет. Писание так не говорит. Писание называет грех грехом. Писание называет ложь ложью. Писание называет измену изменой, блудом. Писание называет скверну скверною. Сегодня так люди говорят, что вроде бы и так, но вроде бы и грех, и не грех. Как хочешь, так понимаешь, но ты будь бдительным. Дальше, когда апостол Павел говорит Титу, вторая глава, этот первый стих, это противовес опять же этим басням. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Здравое учение, он передателем говорит, какое есть ложное учение. Здравое учение – это то учение, которое человеку к Богу приближает. Здравое учение – это то учение, которое говорит человеку, что в грехе жить нельзя. Здравое учение – это то учение, которое говорит, что ты не должен в грехе засыпать. здравое учение говорит исповедовать свои грехи здравое учение говорит царствие Божие не наследует и перечисляет какие грехи люди с какими грехами это здравое учение, это учение Библии здесь Петр говорит о двух таких великих аспектах деятельности христианской церкви в христианской церкви, в проповеди в наших рассуждениях на наших разборах должно проповедоваться такие две провозглашаться истиной это первое проповедь истинная и второе практика жизни я вот второй раз смотрю бывают такие проповедники я их уважаю я понимаю, что действительно великие проповедники смотрю, он проповедует говорит, говорит правильно, говорит красиво потом смотрю на его жену и на его детей и думаю, кому он говорил говорит о скромности говорит о стыдливости и говорит, и говорит правильно говорит о покрывале я даже удивляюсь, я говорю, у нас мы такие вроде бы самые строгие у нас так не говорят смотрю потом на жену и думаю, ну кому он говорит ну если ты убежден в том, что ты говоришь ну хотя бы жена твоя тебе должна послушаться ну хотя бы твои дети должны тебя послушаться и у меня ставит такое впечатление, что это уже просто профессия и человек говорит он сам в это не верит он просто провозглашает а вот Библия говорит провозглашение на своем месте но должна быть и практика жизни оно должно практиковаться та благодать, то Евангелие которая не имеет влияния на тебя на твой характер, на твое поведение что-то не то что-то неправильно что-то не так потому что где приходило христианство где приходила благая вещь апостол Павел говорит послание римлянам там 16-17 стихи я не стяжусь благословения Христова потому что это сила Божия она меняла людей она делала революцию без меча и без копья она делала революцию в сознании в ума, в сердце, в естестве человека и дальше когда мы говорим братья и сестры на что обращаем внимание что Писание раскрывает как благодать повлияла стала практикой в различных группах это записано в Тимофею 2 глава с 1 по 10 стих там написано какими должны быть церкви-старицы какими должны быть старцы какими должны быть юноши какими должны быть жены какими должны быть пресвитера какими должны быть работодатели и те, которые работу исполняют. Для кого это все написано, братья и сестры? Это благодать научающая. Это не просто, значит, дармовая благодать, мы получили от Бога милость, а дальше что? А дальше благодать научает, как мы должны жить, какими должны быть наши дети, каким я должен быть. И мы не должны никогда практиковать в своей жизни, этот пример я уже рассказывал, что мы проповедуем, приходим домой, наши дети, послушали нашу проповедь и что-то сделали. Может быть, они подаяние дали, может быть, они еще что-то сделали, мы приходим и говорим, а где он? А я что, тебе проповедовал? Бывает такое, значит, проповедует, и не поймешь, кому. Благодать Божья, проповедь Божья, она научает, она делает человека таким, что он не может иначе. Благодать Божья, она на то и благодать, чтобы делать людей богоподобными. Вот для этого и собрание, вот для этого и мы собираемся, для этого и проповедуем здесь, на этом месте. Благодать явилась, это 11 стих опять в этом послании, написанном, она вторглась в этот мир. Явилась в нас обычно, когда я говорю, явился, она привидение является, так говорили нам в школе. Да, это что-то сверхъестественное, это необъяснимое. Она явилась, она появилась там, где никто не ожидал. И эта благодать явилась в лице Господа нашего Иисуса Христа. Он родился исключительным образом, он пришел, он был провозглашен небом. Ангелы провозгласили в своих этих хвалебных песнях, и в хвалебных провозглашениях, когда они говорили о Боге, эта благодать торглась. Она пришла, люди так не ожидали, люди так не понимали. И вот она многих пленила, она воссияла в этом мире. И многие песни сегодня воспеты, сегодня много, миллионы проповедей сказаны эту тему. И здесь говорится о Сыне, о Господе Иисусе Христе. Он пришел на нашу планету. Он стал таким, как мы. Он отдал самого себя, он стал грехом. Он был распят за наши грехи. Мы через него получаем оправдание, прощение, усыновление через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, это явилось, это благодать. И дальше, когда-то Исаий, еще за 700 лет до Рождества Христова, он сказал такие слова, это первая глава, книга пророка Исаии, 16-17 стихи. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло». Никогда Богу не нравилось, когда люди делают зло. Но люди не знали, как омыться, как очиститься, как осветиться. Благодать явилась, и в этой благодатье есть средство. Это средство, которое очищает людей. Это средство, которое для тех, которые мучатся в своей праведной душе, как тот улод мучает, и он не знал, что делать. Он не знал, что делать с своими девочками, он не знал, что делать с своей женой, он мучился в праведной душе. И здесь мы говорим, что благодатья явилась, и она говорит, она всегда говорила, всегда истина, святость Божия говорила людям, ты грешный, ты неправильно живешь. Эта святость говорила людям, ты погибший. И вот явилась благодать Божия в Иисусе Христе, и она говорит, ты знаешь, как перестать делать зло. И дальше он в 17 стихе говорит, научитесь делать добро. И дальше я не буду читать этот стих, перечень, в чем оно выражается, это добро. Итак, братья и сестры, благодать, милующая, оправдывающая, усыновляющая нас Господи Иисусе Христе, это еще и благодать, научающая нас. Что научающая нас? Две составных благодати. Перестаньте делать зло и способность, делайте добро. Две составляющих благодати. Перестань делать зло и делай добро. Этим ты будешь служить Господу, этим ты будешь нравиться Богу. В этом твое благословение, в этом твое счастье. В этом ты благословен и дом твой, родня твоя, дети твои и внуки твои. Благодать – это сила в явлении Иисуса Христа. Мы читаем в начале. «Ибо явилась благодать, я читал Божья, спасительна для всех человеков». 12 стих. «Научающая нас». Чему, братья и сестры? Чему благодать спасенных научает? «Чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Понятно, что все доступно. Принимай, вкушай, живи и будешь благословен. Да будет имя Господне благословен в нашей жизни, в нашем хождении пред Богом, в наших проповедях, в наших поступках. И да будет это благословение Божие на нас, на детях наших и на нашей поместной церкви. Богу помолимся, поклонимся Ему. Аминь.